Здравствуйте! С вами в студии Левицкая Наталья Игоревна, ведущая юрист, коллеги адвокатов «Особое мнение». Сегодня я вам расскажу о порядке бесплатного предоставления в собственность земельных участков многодетным семьям Московской области. В соответствии с федеральным законодательством и законодательством Московской области, многодетные семьи имеют право на однократное бесплатное получение собственных земельных участков, в равную долевую собственность всех членов семьи. Чтобы бесплатно получить земельный участок, рекомендую придерживаться следующего алгоритма. Во-первых, необходимо убедиться, что вы действительно имеете право получить бесплатно участок. Многодетными считаются лица, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая усыновленных, пасынков и падчериц, проживающих совместно с ними. Не учитываются дети, находящиеся на полном государственном обеспечении, в отношении которых родители лишены родительских прав или ограничены в родительских правах, в отношении которых отменено усыновление, а также находящиеся под опекой и попечительством или в приемных семьях. Право бесплатно получить земельный участок имеют многодетные семьи, которые отвечают одновременно следующим условиям. Во-первых, члены многодетной семьи являются гражданами Российской Федерации. А во-вторых, родители или одинокий родитель, усыновители, отче, мачеха, имеют место жительства на территории Московской области не менее пяти лет. Далее. Дети многодетной семьи не достигли возраста 18 лет и имеют место жительства на территории Московской области. Члены многодетной семьи не имеют на территории Московской области земельного участка площадью 0,06 гектар и более в собственности на праве пожизненного наследуемого владения или праве постоянного бессрочного пользования. Члены многодетной семьи не являются собственниками жилых домов, строений на территории Московской области. Члены многодетной семьи не отчуждали и не разделяли принадлежащие им на праве собственности земельные участки площадью 0,06 гектар и более с 14 июня 2011 года. Итак, если вы действительно в соответствии с действующим законодательством имеете право получить бесплатный участок в собственность, вторым шагом является подготовка необходимых документов. Для постановки на учет вам потребуются следующие документы. Заявление о постановке на учет в целях бесплатного предоставления в собственное земельное участок. В нем необходимо указать цель использования земельного участка. Это индивидуальное жилищное строительство, дачное строительство или же ведение садоводства. Далее, документы, удостоверяющие личность членов многодетной семьи. Документы, подтверждающие родственные отношения членов многодетной семьи. В качестве таких документов подойдут свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти супруга, о рождении детей. Документы, подтверждающие регистрацию членов многодетной семьи по месту жительства на территории Московской области. Выписка из домовой книги. Документы, удостоверяющие наличие гражданства Российской Федерации членов многодетной семьи, если эти сведения не содержатся в документах, удостоверяющих личность. Далее, выписка из ЕГРП на имеющиеся объекты недвижимого имущества на территории Московской области. Следующее. Документы от органа опеки и попечительства, содержащие сведения о детях, которые не учитываются в составе многодетной семьи. Также потребуются документы, содержащие информацию о постановке на учет и предоставлении многодетной семье земельного участка по месту жительства супруга-заявителя от органа местного самоуправления муниципального образования Московской области. Далее, необходимо предоставить заявления и документы для постановки на учет в орган местного самоуправления. Учет многодетных семей в целях предоставления земельных участков ведут органы местного самоуправления. Заявление о документах следует подать в орган местного самоуправления муниципального района или городского округа Московской области по месту своего жительства. Представить заявление можно в форме электронного документа через интернет, в том числе через единый портал государственных и муниципальных услуг. Следующим шагом является получение уведомления органа местного самоуправления о принятом решении. В течение месяца орган местного самоуправления должен принять решение о постановке на учет многодетной семьи в целях предоставления земельного участка или об отказе в этом. По результатам рассмотрения заявления орган местного самоуправления направит заявителю уведомление о принятом решении или мотивированный отказ заказным письмом с уведомлением о вручении, а также электронным сообщением по адресу, указанному в заявлении. Также следует упомянуть, что отказ в постановке на учет в целях предоставления земельных участков можно оспорить в судебном порядке в течение трех месяцев со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его прав и законных интересов. В завершении необходимо получить решение о предоставлении земельного участка. Земельные участки предоставляются состоящим на учете многодетным семьям из перечной земель утверждаемого органа местного самоуправления. Земельные участки предоставляются на основании решения органа местного самоуправления. При предоставлении земельных участков расходы на проведение кадастровых работ, подготовку документации по планировке территории, а также на их обеспечение необходимыми инженерными сетями осуществляются за счет средств бюджета муниципальных образований Московской области. Минимальный размер земельного участка, предоставляемого бесплатным многодетным семьям, составляет 0,10 гектар, а максимальный 0,15 гектар. Возможно, предоставление земельного участка меньше минимального размера, если имеется письменное согласие заявителя на получение такого земельного участка. Право собственности на земельный участок подлежит государственной регистрации. Итак, сегодня мы с вами подробно рассмотрели вопрос, волнующий многих многодетных семей Московской области. Как все же бесплатно получить земельный участок в собственности? Если у вас остались вопросы, ведущие юристы и адвокаты, коллеги адвокатов «Особое мнение» будут рады вам помочь и проконсультировать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!